Здравствуйте! В эфире прямой разговор в студии Мария Варгина. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. С открытия палочки Коха прошло уже более 140 лет. А 24 марта теперь это всемирный день борьбы с туберкулезом. О современных подходах к лечению и диагностике заболевания сегодня поговорим с заведующей филиалом Подольский Московского областного клинического туберкулезного диспансера Ириной Михайловой. Ирина Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Ирина Викторовна, давайте начнем вот с общей ситуации. Какова она по заболеваемости туберкулезом в Серпухове? За последние пятилетия нужно отметить, что государство сделало очень много по программам и у нас сразу отметилось снижение заболеваемости по России. Вот. И на 27-й год правительство дало такое определение, что в два раза должна заболеваемость уменьшить. Если говорим по Серпухову, то это очень хорошо видно. Я не буду говорить процентно, но скажу, что у нас в 21-м году это было 29 больных, а сейчас 20. То есть тенденция есть на снижение. И этот показатель, он прям наблюдается уже в течение пяти лет. Вот. У нас нет заболеваемости среди детей и подростков. Это очень хорошая цифра. Вот. И идет заболеваемость среди взрослого населения. И 1-2 где-то вне легочной. Вот. И поэтому здесь, конечно, нужно сказать огромную благодарность. Это наши общие лечебные сети, которые мы очень плотно с ними работаем. Что с детством, что с взрослым поликлиниками. И вот эта тенденция именно профосмотры, флюорографическое обследование и туберкулинодиагностика, она дает ну вот такое вот как бы благоприятное снижение заболеваемости. У нас мы за 22-й год, здесь нужно сказать, что активное выявление, а это что такое активное выявление? Это как раз таки выявление при флюорографических обследованиях, рентгенобследованиях и КТС. У нас уже как бы три таких вот обследования вводим. И туберкулинодиагностика, и диаскинтез. Это все одно единое. И когда вот так вот такое большое количество обследований, а мы вышли на 75% по серпуху за 22-й год, то это дает возможность выявить активно малые формы туберкулеза. И вот за 22-й год у нас получилось 52%. Это очень хорошая цифра, потому что в принципе в 21-м году это было где-то около 40-38%. То есть у нас явно наметилась тенденция выявления активной и малой формы туберкулеза. Это очаговый туберкулез. И даже если мы выявляем инфитративно, а уже инфитративный туберкулез считается запущенный, то все-таки активное выявление это лучше, чем потом мы выявляем совсем как азиозные формы и с распадом формы. Ну то есть чем быстрее он выявляется? Да. У нас считается, что если у нас население один раз в два года, уже эпидемия как бы снята, один раз в два года обязаны проходить обследование, то они на самом деле должны понимать, что здоровье это в их руках. И если работодатели, они ежегодно, вот человек работает, допустим, у него вредность есть, медики наши, определенные педагоги. Есть определенные группы риска, мы так называем группой риска, но это люди, которые работают с детьми, работают в пищевой промышленности, сельские жители, которые работают, допустим, на птицах в фермах, где животные. И поэтому это группа риска, которые должны ежегодно проходить обследование. Вот в группах риска у нас все проходят, стараемся с общей лечебной сети. Мы выходим, наши врачи выходят ежемесячно в поликлиники, и поэтому, в принципе, мы работаем очень плотно. Поэтому я благодарна нашей общей лечебной сети, что у нас неплохие показатели в этом году за 22-й год. Но вот многие считают, что туберкулезом могут заразиться только определенные слои населения, так скажем. Вот миф ли это? Вы знаете, я хочу сказать, но в большей степени, в большей степени, да, это же социально значимое заболевание, да, и люди, которые, они как бы мало получают доход, или вообще не получают доход, люди, которые злоупотребляют наркотики, алкоголь, это люди, которые, но в большей степени могут заболеть. Почему? Потому что такой асоциальный образ жизни. Но что я хочу обратить внимание. Микобактерия — это воздушно-капельная инфекция, она распространяется буквально очень быстро, за 3 минуты она где-то может пролететь около 50 километров. Вот. И у нас, значит, есть такое понятие, что один активный туберкулезный больной, который выделяет микобактерии туберкулеза, он может заразить вокруг по воздуху от 10 до 20 человек. Отсюда получается, если что вот показал ковид нам, да, показал, что когда шло воспаление легких, довольно-таки часто было миксто, то есть, ну, совместно и туберкулез, и это самое, как бы ковид. Почему? Люди не знали, что они больны туберкулезом. То есть поражение, первичное инфицирование, это как раз-таки может быть в лимфоузлах. Никогда легкие все флюорографически, это была норма. Вот. И только на компьютере выявляли, что у него как бы кальцинаты в лимфоузлах, а дальше при развитии, значит, высокой температуры, еще сопутствующей, если еще и добавлялась пневмония, это было вначале очень трудно определить, но в принципе микобактерии туберкулеза мы через мокроту все равно выявляли. И таких очень случаев было много вообще по Московской области. Вот. И поэтому сказать, что это, ну, как бы только заболеют вот непосредственно асоциально, нет, это никто сейчас не застрахован. В принципе. Вот самое главное, что у нас не болеют дети. Вот. Это самое главное. А вот в роддоме делают прививку, да, ребенку, БЦЖ. Насколько она действительно помогает? Знаете, она помогает очень, действительно, это называется искусственный иммунитет. Да, мы вводим вакцину, а вирулентную, это считается малопатогенной, она очень ослабленная, причем в Серпухове не воют БЦЖ, а воют БЦЖ-М. Это в два раза еще слабее. Поэтому отказ родителей от БЦЖ, но он, в принципе, не обоснован. Если только нету медотвода именно медработников. Они, ну, как бы подвергают своих детей довольно-таки жестко. Почему я так говорю? Потому что они же не могут ребенка просто, как бы, ограничить от школы, от детсадов. Извините, даже если магазин она или в центры какие-то поведет ребенка, все равно же это будет такая вещь. А вот тенденции родителей, они как-то очень агрессивно настроены. Мы не будем делать БЦЖ, мы не будем делать реакции МАНТУ, мы не будем делать диаскин-тест. Она настораживает в плане того, что сама активная форма, она же никуда не делась, она есть. И поэтому, если произошла прививка, и не дай бог ребенок попал в активный, вот просто в активный контакт, то эта форма будет очень маленькая. Ну, какая маленькая? Это будет поражение лимфоузлов или же, если первичный туберкулезный комплекс. А если ребенок не привит, то тогда это уже, как говорится, вторичный туберкулез развивается, это уже поражение легких. А для ребенка это очень трудно, потому что самый минимальный срок приема антибактериальных препаратов – это 6 месяцев. Это, представляете, вот малютку, да, кормить 6 месяцев. Но, к сожалению, и там не два препарата, допустим, как профилактические, а это 4-5 препаратов, поэтому вся сложность в этом. И когда родители, наши педагоги, ой, это педиатры присылают таких детей к нам, мы стараемся проводить прям разъяснения, общаемся, что да, вы отказываетесь от МАНТУ, так как это все-таки аллерген, он делается из вакцины антитела, вот такой, это что такое туберкулин, да, он дает очень часто аллергические реакции. То вот Диаскин-тест – это новый, совсем новый диагностический, как говорится, препарат, который уже был сделан на белках. Вот там есть 6 белковых соединений и есть 10. Препарат, который сделан для аллергичных людей, что детей, что взрослых. Со второго класса Диаскин-тест в школах уже делают, вот как мы. Мы работаем в нашем серпуховском амбулаторном отделении, работаем именно с Диаскин-тестом, хотя туберкулин у нас тоже есть. Но на самом деле он дает очень редко, когда положительные реакции. Вы знаете, в 95% Диаскин-тест отрицателен, и это очень удобно. Это родители сделали в школах, значит, Диаскин-тест, и, в принципе, дальше уже получают разрешение на другие прививки. Что раньше все-таки с реакцией МОНТУ очень много было к нам посещений. Вот сейчас это все-таки количество уменьшилось значительно, потому что со второго класса в школах проводят Диаскин-тест. А туберкулин, да, детки маленькие, почему это связано? Потому что он более чувствительный, и здесь вопрос идет о ревакцинации, чтобы в первом классе провести ревакцинацию повторную, так как это последний раз, когда человек получает, ревакцинируется по СЖМ, опять-таки. Поэтому до первого класса ставится реакция МОНТУ. Но если родитель отказывается от реакции МОНТУ, или есть какие-то предпосылки, там, атопический дерматит, или какие-то аллергические реакции, то они приходят к нам в диспансер, и мы должны сделать Диаскин-тест. Не в школах, они не имеют права, не в детсадах, не делается. Я имею в виду про первоклассников, я имею в виду, да? Это самое, только мы можем сделать Диаскин-тест и дальше разбираться. Но очень много родителей даже от этого отказываются. Мы тогда предлагаем абсурдный снимок. Вот сейчас очень много. Значит, у нас цифровой рентген-аппарат, который очень минимально имеет нагрузку. В принципе, вот как я говорю, ну, такая нагрузка, вы больше фотографируете своего ребенка, вот, чем по обзорному снимку. Методов диагностики сегодня очень много прибавилось. Сейчас я еще хочу сказать, что в этом году, так как филиал, я это самокурирую, Подольский-Серпухов, вот в Подольске мы открыли уже тест-спот. Что это такое? Это вот именно те детки, которые имели противопоказания у аллергологов, которые не Диаскин-тест нельзя сделать, так как белок это, не туберкулин, а это берется кровь и делается по крови определение тоже антител. Поэтому у нас есть этот метод, он проводится в Подольске, он апробирован, и поэтому уже у нас четвертый есть, значит, метод, а это было 8 тысяч. Это для родителей, образно говоря, дорого. Вот такое дорогостоящее обследование, оно у нас уже бесплатно. Они приходят в это самое, в наше Серпуховское амбулаторное отделение, только должны показать, что аллергия, то есть это должна быть консультация аллерголога, что им отказывается от туберкулин и Диаскин-тест. И мы берем кровь и все это отводим в Подольск и имеем тоже результат. Это один из способов определения, вот есть это самое, все-таки антитела, выявили или нет. То есть наличие микобактерий в лимфоузлах мы определяем по этому способу. Да, это вот еще. И еще у нас в этом году, в начале года, в январе, для нас это было очень, как говорится, значимое событие, когда мы открыли компьютерный кабинет. То есть у нас есть в нашем филиале аппарат компьютерный и непосредственно все теперь пациенты, которые идут с положительными Диаскин-тестами, как по приказу 127-му Н должно быть, так мы их всех обследуем в Подольске, ну и уже непосредственно Москву. То есть это здесь ближе намного, это быстрее. В принципе, вот что Теспот, что компьютерное обследование, мы обследуем все Южное Подмосковье. Это вот мы берем и Домодедов, и Видное, и Тамкашира, помимо того, что все наши города, Портвино, Серпухов, Чехов, Подольск и Климовск, все мы, в общем, обследуем все этим уже для нас, это было очень значимо. В общем, в принципе, мы считаем, что на уровне нашего округа можем проводить все способы обследования на туберкулез, не направляя пациента в Москву. На что нужно самим людям обратить внимание? Вот какие-то симптомы первоочередные, которые должны заставить задуматься? Вы знаете, я хочу сказать, что очаговая форма, это вот как раз-таки это бессимптомное течение. Что такое может быть очаг? Очаг это, ну, в большей степени это поражение, как бы одной альвеолы, это до одного сантиметра, и вокруг может быть или незначительная инфильтрация, или же появление очагов обсева. Их будет очень мало. Вот, поэтому человек может вообще сказать, я здоров. Они не воспринимают. Это на компьютере, как раз по диаскин-тесту до обследования, как раз-таки это и показывает. А уже когда они обращаются к терапевтам, что у них надсадный кашель, и этот кашель превышает одну неделю, две недели, то это как раз-таки и есть тот первый признак, на который нужно, необходимо обратить внимание. А когда последний раз сделано флюорографическое обследование, это обычно, как мы учим наших терапевтов, вот, педиатров, чтобы обязательно направили на диагностическое обследование в туберкулезный диспансер. Вот, значит, это вот кашель, да. Это может быть следующее недомогание. А почему это недомогание? Потому что идет нарастание интоксикации, и эта интоксикация, она воздействует на нервное окончание. И человек вот чувствует усталость, он вялый такой. У него есть вот как бы первый признак того, что он работает, но через где-то 2-3 как бы часа у него вот эта вот вялость идет, что раньше ему не было характерно. Вот, они очень хорошо на это внимание обращают, да, вот, сами пациенты. Дальше, ну, конечно, уже более такие симптомы, которые выражены, это субфибрильная температура, это у нас может быть понижение аппетита, плохой сон. В принципе, они все характерны для легочной патологии. Вот, но опять-таки, здесь вопрос такой. Диагностически, даже вот поймите, что если даже мы так договорились в общей лечебной сети, и так это должно быть, исключим сначала, как говорится, туберкулез, дальше лечим всю неспецифику, да, это вот как мы говорим в стезиаторе. Что делается? По направлению пациент приходит, любой, что ребенок, что взрослый, приходит к врачу, к стезиатору, и это самое, даже пишут там, допустим, хронический бронхит, такие вот, это самое, да, понимание под вопросом, то есть диагностика должна идти. И тогда у нас идет клинический минимум, и врач обязательно назначает определенную схему. Первое, это что обязательно ставится диаскин-тест. Второе, диаскин-тест считается через 72 часа. За 72 числа, то есть 3 дня, пациент должен пройти до обследования. Это сдача обязательно анализа мокрота, это бактериоскопия, трехкратно анализ сдается, и мы сдаем еще, сразу предлагаем, если все-таки какая-то патология флюорографии есть, они приносят нам результат флюорографии, значит, на люминсцентное обследование и ПЦР. Это мы посылаем в Москву. У нас в Алешино, Пушкинском районе, там баклаборатория, которая ставит вот этот анализ. Ну а пока, значит, обязательно до обследования обзорного снимка. Вот, и далее, если в это время подходит время диаскин-теста, он положительный, мы направляем на компьютерное обследование. И тогда у нас полный спектр обследований как бы к этому времени в течение 5-6-7 дней, ну в зависимости от того, в какую неделю мы попали, да, там может в субботу-воскресенье попасть, но мы имеем как бы обследование. Если все-таки здесь бывают очень такие патологии определенные, и мы склоняемся, допустим, что это понимание, то рекомендации пишутся, вот все анализы расписываются, и провести антибиотикотерапию, да, и к нам прийти на повторное рентгенообследование. Вот, поэтому и сдаются тогда уже, даже несмотря на то, что понимание идет, уже анализы мокроты культуральным, то есть посевам, и посылаются в Москву. И поэтому вот эти все, как бы, собираются все обследования, анализы, и уже мы знаем точно, знаем, какой будет диагноз. Или мы снимаем туберкулез, или мы его переводим уже непосредственно в стационары нашего филиала, нашего учреждения Московской областной клинической. Ну вот как сегодня лечат туберкулез? Очень много лет считали, что это неизлечимое заболевание. Сейчас возможно вылечиться от туберкулеза? Да, безусловно. Клинически мы называем клинически излеченный туберкулез. Вы знаете, сейчас до такой степени все отработано. Есть пять режимов именно туберкулеза, как он лечится. И у нас прекрасные три огромных стационара. Причем стационары, они разделены именно по наличию микобактерий, положительных палочек. Причем, значит, мало того, что есть, нету, но есть ли лекарственная устойчивость в микобактериях туберкулеза. И поэтому здесь прям отделения разделены на просто лекарственную устойчивость, где один только может быть препарат, который нельзя применить. Но второе отделение – это где множественное лекарственное самоустойчивое. И это все режимы. И тогда пациент ляжет в совсем другое отделение. Допустим, там два, три, четыре. И самая тяжелая форма – это когда все препараты имеют микобактерии, такие вот устойчивость ко всем препаратам. И это называется широкая лекарственная устойчивость. И такие отделения – это уже отдельные, а не боксированные. И поэтому на самом деле у нас три довольно-таки больших, хороших прям по современному методу, где есть реанимация, где есть все полностью обследование, стационары, которые мы туда направляем обязательно пациентов. А что клиническое излечение – это малые формы, которые мы выявляем в большей степени сейчас активно. Чем характерно? Это шесть месяцев приема препарата. У нас разделено все лечение на две фазы. Это интенсивная фаза, стационарное лечение, полностью контролируемое лечение. Это круглосуточно, когда максимально назначаются четыре препарата пациенту или пять, в зависимости от сопутствующей патологии. И дополнительно дают гепатопротекторы, дают патогенетическую, иммуномодуляторы и гормоны. Все зависит от того, какой процесс в одном легком поражении одного сегмента или все-таки это два легких пораженной и больше полиосегментной. Поэтому все от этого зависит. Вот, значит, стационар лечения – это от двух до трех месяцев. А дальше, если пациент имел больничный лист, и какой же эффект у нас происходит за два-три месяца? Уже где-то на третью неделю от того, что это контролируемое, четко, в определенное время даются препараты и все назначения, то происходит прекращение бацилловыделения. Это самый важный признак эффективности лечения. И пациент к концу стационарного курса, он у нас уже обациллирован, как мы говорим, то есть не выделяет, он не опасен для всего населения. Вот, и далее пациента выписывают на амбулаторное лечение, где он обязательно еженедельно приходит, получает лекарства. И это уже в два раза снижается нагрузка именно противотуберкулезных препаратов. Но получает лечение в течение 4-6 месяцев. Тоже зависит от сопутствующей патологии. И если вот мы берем, срок у нас лечения произошел укорочение за полгода. Если маленькие формы и прекратилось выделять микобактерии туберкулеза, то после стационарного лечения пациент имеет право вернуться к своей работе. Мы закрываем больничные листы, кроме оговорка, детские учреждения и пищевые. Вот есть оговорка. Вот там, значит, до конца лечения, пока пациент не переведен в третью группу, мы даем такую справку. Мы даем через комиссию врачебную, определяем, имеет он право работать или не имеет право работать. И поэтому дальше 4 месяца он долечивается. И опять мы проводим центральную комиссию, где уже, значит, определяется полный, эффективный курс завершения лечения. И пациент тогда переводится в третью группу наблюдения. То есть это клиническая излеченная туберкулез, и пациент возвращается к себе, в общем, обычную, как бы, уже не говорю, даже работу, жизнь. Почему? Потому что с третьей клинической формой, в принципе, человек, он, ну, считайте, вот как мы с вами, у очень многих бывают плотные очаги, вот как говорится, и он возвращается в полную свою жизнь, обычную, с эффектом лечения. Вот так мы наблюдаем. Какие-то вот ему нужно будет после этого проходить реабилитации, там, санаторно-курортное лечение уже в течение жизни? Да. Вот, значит, сразу говорю, что санаторное лечение после стационара предлагается уже на стационарном, как бы, завершении курса 2 месяца. Далее мы предлагаем уже на фазе продолжения, когда 4 месяца, имеет право тоже 2 месяца. И очень многие, кстати говоря, пользуются. Вот. Детей это, ну, в большей степени мы в любом случае стараемся с положительными, это нигде активная эта самая форма, а именно непосредственно, где просто положительная, это профилактически тоже направлять, чтобы прошли под контролем медиков все-таки эти профилактические курсы. Они бывают 3- и 6-месячные тоже. А взрослые, да, у нас, причем, санатории по всей России. Вот. И довольно-таки неплохие. И на Алтае, и у нас на море есть, Геленджике, и у нас, это, Тиберда, у нас Подмосковье есть, Рязани есть, это, Выборг, под Ленинградом. То есть очень большой спектр, это, само, санаторий. Поэтому курс, вот, мы только приветствуем. Мало того, что мы еще и предлагаем, когда едут пациенты наши, то взять, допустим, по контакту, семья там с женой могут поехать. Вот, понимаете? Ну, конечно, взрослые и дети никак не совместимы, но жены там, если взрослые дети уже, ну, как говорится, уже взрослые там за 18 лет, то они могут поехать, и это допустимо. Вот. Когда на следующий год наблюдение идет, у нас один год, третья группа наблюдается, то тоже возможно, но тогда там один месяц. И, в принципе, это остается даже с остаточными изменениями, особенно, если они были в большом количестве, остаточные изменения, изменения фиброза там, всякие, туберкулума. Если наш пациент, который уже давно даже, в принципе, ну, он наблюдался и снят с диспансерного учета, он может прийти, и через областной диспансер мы, в принципе, можем попросить эту путевку санаторную. Это никто не возбраняет. Это неплохой, на самом деле, такой для них курс пройти бесплатно. Это все бесплатно, и они проходят, в общем, санатории по профилю. Туберкулез может же быть не только в легких. Вот если туберкулез поражает какие-то другие органы, как тогда диагностируются такие формы? Знаете, это вопрос такой, что туберкулез не поражает только волосы и ногти. Остальные все органы поражают. И здесь, значит, безусловно, зависит от узких специалистов. Самое чаще встречающее – это поражение костной системы. И на самом деле наши даже ортопеды, они в последнее время нам стали чаще присылать на диагностику, и у нас есть такие пациенты. Мы выявляем. Редко, но выявляем. Вот. Дальше это второе место – это мочеполовая система. Ну, больше почки тоже. Вы понимаете, что это самые почки – это выделение мегабактерий. И это часто бывает, что их все-таки по длительности, что костную систему, что мочеполовую, их дольше лечат. Но самое большое – это туберкулез бронхов. Это при диссиминированных формах туберкулеза встречаются. И это бронхоскопия, это нужно до обследования. То есть здесь нужно и немножко лечение с ингаляциями связано. Это, безусловно, длительное лечение, и которое, в общем, в принципе, это стационарно. Вот это лечение. Это не прием просто препаратов, а это определенные внутривенные и ингаляционные методы, способы. Поэтому вот органы поражаются всем. Хочу обратить внимание, что часто у ВИЧ-инфицированных поражение идет с желудочно-кишечного тракта. И на наши, как говорится, где-то 3-4 года у нас довольно-таки два случая проходило, где в кишечнике был выявлен туберкулез. И это, знаете, не очень, конечно, благоприятное течение. Поэтому здесь нужно, вот говорю, просто следить за своим здоровьем и дай Бог, чтобы все было благополучно в дальнейшем. Ирина Николаевна, в принципе, есть какие-то меры профилактики? Можно как-то себя защитить от заражения? Ну, профилактика, я вам сразу говорю, это здоровый образ жизни, в принципе, это безусловно. Но вот, знаете, ношение масок, если человек кашляет, вы зашли в поликлинику, лучше там в поликлинике одевать маски. Потому что вы не знаете, с кем вы сидите, извините, в очереди, да, ожидая, хотя сейчас уже время приходит, но все-таки вот заходим, да. В любое медицинское учреждение нужно все-таки маску заходить, носить. Это вот профилактически. Профилактика для детей – это явно вакцинация и ревакцинация в лучшей мере. По крайней мере, на 7 лет до вот такого возраста первого класса искусственный иммунитет будет у ребенка. Вот. А у нас, значит, это явно один раз в году делать все-таки рентген. Ну, и для нас, медиков, для определенной группы, это самая тоже, это группа риска, определена уже по приказу. Это делать диаскин-тесты. Почему? Ну, потому что мы в большей степени с кем контактируем? С заболевшими. Да, которые болеют. И вот это я пытаюсь все время донести до всех наших, как говорится, сообществ медицинского, что наше здоровье – это в наших руках. А накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом какие-то профилактические мероприятия проводите? Да, мы составили план с нашим областной больницей терпуховской. И здесь, значит, ну, во-первых, мы, ну, как бы, будем проводить усиленные обследования терапевтов, направлять, чтобы не только флюорографическое было обследование, но и еще у нас есть такой контингент, группа риска, нетранспортабельный. А это несколько другое обследование, это сдаются мокроты и по мокроте определяют, потому что они не могут прийти на рентген там, или нет возможности, да? Вот, определили, вот, там, получается, у нас, как бы, неделя, вот, с 20 по 26. Ну, а так, в принципе, это делается постоянно. Вот. И на второе мы, значит, еще дополнительно самбилетнее, как бы, это на день борьбы с туберкулезом будем по поликлиникам развешивать. И мы дали ролики детские, взрослые для профилактики, на что необходимо населению обращать внимание, чтобы, вот, если есть где телевидение, то эти ролики, образно говоря, и запускали. Ирина Екатерина, спасибо вам большое за беседу, здоровья вам, успехов, поменьше пациентов. Всего доброго. Благодарю.